здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас здесь в студии в гостях депутат совета депутатов городского круга люберцы александр александр клеманов который в три же третий раз до трижды депутат городского круга люберцы ну если депутатом которые в первый раз пошли в советы not работают то есть прошли там избирательный цикл выбрались наверно в глубине души у них такая радость присутствует что все-таки они попали кто-то может быть был очень уверен кто-то меньше уверен тем не менее они попали в советы работают то у вас как бы говорят что в одну речку два раза не входят а вот третий раз пошли это почему подширка это ответственность боль за городской округ или это уже по накатаны во первых начнем с того что это командная работа и эта работа уже слаженной команды которая уже существует и как часы уже работает и каждый имеет свое направление свой блок и на округе когда мы выходят выходим к по наказам отрабатываем на встрече с жителями уже это проходит по накатанной это уже как часть жизни это часть большого какого-то дружного дружной большой дружной семьи избиратели мы ну и вас уже знаю вас знает по сути депутат это же житель который представляет интересы избирателей жителей в органах местного самоуправления это такой же житель но потом вы же будучи уже но тут можно два варианта рассматривать первый вариант вот человек давно сидит на своем месте да уже нашими вопросами не интересуются и так далее и тому подобное второй вариант это когда человек на своем месте и не просто интересуется а в курсе всех проблем и ходы и решения этих проблем у него уже выстроены потому что это же живой ну органи город это живой организм да то есть вот я так понимаю что вас выбрали именно исходя из второго подхода я бы добавил еще помимо второго подхода потому что и мы еще живем все наша команда на именно на нашем избирательном округе наши дети учатся в наших школах то есть вы не варяги нет мы не варяги мы наши дети ходят наши же детские сады мы также ходим и по этим же самым улицам мы встречаемся неприятно и тех же проб как стоять его мне приятно идти порой хотя даже наш утром пробки на работу или вечером с работы забирая детей из садика там со школы где-то с сыном там старшая дочь уже в институте и как бы встречаться здороваться со своими соседями а раздороваться значит и обязательно что-то спросят уточнят это уже такое знаете легко у меня один номер телефона он всегда доступен люди узнает уже многие годы я всегда беру пример с человека который в этом в этот раз не выдвигал свою кандидатуру в совет депутатов это азизов момент кискиныч он также выходил любой двор его встречали узнали я имея свой опыт жизненный опыт как руководителя также поступаю стараясь выходить давайте напомним нашим телезрителям вашу скажем так основную профессиональную деятельность не как депутата ну как бы сейчас уже три года являюсь последних три года являюсь заместителем генерального директора либеретского городского жилищного треста по безопасности очень и общим вопросам а до этого урок 8 лет руководил либеретской управляющей компании то есть вся моя по сути деятельность за последние 10 11 лет связано тем или иным образом в принципе прямо связано с вопросами жкх ну и собственно говоря мы вот во второй части тоже коснемся их более подробно потому что мы же прекрасно понимаем с вами что на процента 80 до это вопросы связанные с вашей непосредственной профессии касающейся депутатской деятельности о новом совете хотел поговорить потому что насколько я понимаю там 50 на 50 до 50 скажем так уже опытных депутатов которые нам кто-то второй пошел срок кто-то 3 и так далее и 50 процентов депутатов которые кстати кто-то первый раз пришел а кто-то с перерывом пришел если такие депутаты да как вы оцениваете как уже опытный депутат потому что от этого тоже зависит на общая жизнь городского округа насколько совет работоспособен совет абсолютно работоспособен абсолютно это скажу потому что случайных людей в совете нет и все кандидатуры даже больше того скажу даже все кандидатами всех кандидатов которые выдвигали свою кандидатуру на выборы они люди известны они люди были понятны понятно что избиратель отдали свои предпочтения свои голоса тем или иным кто-то больше набрал кто-то меньше набрал то есть но прошли те люди кто кому больше от всего голоса подали но я повторюсь что все до вплоть до всех кандидатов практически на 90 процентов это люди известные люди с земли работающие у нас в городском округе люберцы то есть настроить командную работу нового совета депутатов будет несложно потому что люди дела в основном все знают у нас есть депутаты представляют абсолютно все сферы скажем на жизнедеятельности городского округа любят цену и у нас мы скажем так абсолютно уверены в своем председателе но созыва это вадим петрович ружицкий опытнейший управление сопочный руководитель который прекрасно прекрасно знает и все проблемы округа все реперные точки прекрасно знает и нас как депутатов и на то системность работы в принципе кто с ним работал четко прослеживается задача решения задача решения здесь у нас есть случайных людей нет случайные люди это вот такая интересная фраза здесь в не бывает такого случайные люди люди чтобы быть стать депутатом нужно жить проблемами как раз округа избирательного своего в целом городского округа тем более в виде же избирали на люди избирали понимаете вообще сейчас в век информационных технологий когда любом человеке можно найти все что начинают и настоящие и ненастоящие любой вплоть до будущего поэтому найти весь его путь жизненный и понять что это за человек чтобы определиться узнать каких-то своих соседей там у знакомых с ты если сами не сталкивались о человеке и отдать тому или иному кандидату предпочтение это абсолютно несложно поэтому фраза случайные люди здесь не под не не подходит она просто не применимо если ты не живешь проблемами округа если ты как мы уже раньше сказали варяк некий который пришел на как-то временщикам так вот здесь нет понятно еще тогда такой вопрос все-таки были выборы вы интересовались а как они проходили ну вот все таки хотя уже я не знаю на разные ощущения когда первый раз идешь когда второй и когда третий три разных ощущений тем не менее интересовались как шла именно вот избирательная компания как люди голосовали да конечно же это часть работы здесь я бы сказал что для меня лично как для на тот момент кандидата мне было немножко грустно и прискорбно потому что многие активные люди к сожалению ушли с пандемией огромные потерянные пандемия ударила по старшему поколению по которой всегда надо всегда были активны всегда были на пике сейчас же вот эти вот скажем так трудности связанные с эпидемией эпидемиологической обстановкой и тому подобное немножко изменили вектор направление направления и самой работы и состав того активного электората который приходит на выборы но что поменялись ситуация изменилась и люди естественно под нее подстраиваются от рад на особенно видели достаточно большое количество именно молодого поколения которое стало неравнодушным буквально вот перед пандемии был всплеск потом полностью чуть-чуть апатия была мы не проводили ни очных встреч не беднее но только онлайн был онлайн то есть точная работа с незащищенными слоями граждан где-то поддержать держать волонтерская работали очень плотно с волонтерами с волонтерскими организациями сами но даже скажем так там известных наших ветеранов юбиляров возможно было поздравить лишь мы как-то там возле двери оставляли поздравительные там какие-то вещи и уходили звонили все открывать вам подарок вам подарок то есть конечно весь мир стал другим и когда вот на выборы предыдущие разы выходили то мы более больше видели знакомых радостных лиц активных жителей возрастных таких сейчас состав чуть-чуть поменялся но это же не говорит о том что люди приходят люди акт имеется активную гражданскую позицию этой молодежь и среднем более что и вопросов сейчас разных прибавилось и ситуация такая что все немножечко ну начинают искать опять же идут к депутату понимать что это та организация тот институт до который позволяет какие-то вопросы решать которые приходят здесь и сейчас были вопросы наверняка по мобилизации до который нас сейчас губернатор заявил о том что она завершена и на самом высоком уровне говорилось что были какие-то ошибки какие-то перегибы и это же еще наверное сейчас еще доигрывается такие вопросы решаются в индивидуальном порядке то есть по мере обращения естественно мы работаем в констал в контакте и с органами военных комиссариатов и с администрации городского круга любез и она хочется отметить что я нахожусь в контакте со многими на коллегами в других округах нужно сказать спасибо огромное организации работы которая провела огромное количество работы администрация городского округа люберцы и военные комиссариаты чтобы все было правильно и по закону на самом деле нет естественно невозможно при таком большом деле которая проводится в кратчайшие сжатые сроки ошибки они всегда будут насколько реагирует этот запущенный механизм на устранение выявленных ошибок а вот здесь наверное более важно вот это все в ошибке какие если и случались и может быть если не заметили мы всегда на связи и я помню что что-то доигрывается еще где-то там у нас начинается скажем так вот это все утряска всех вопросов происходит ну это понятно что вопросы сейчас такие глобально они встрепенули все общество вернемся к бытовым проблемам во второй части мы поговорим уже конкретно вашей профессии а сейчас какие еще просьбы с чем приходят люди как ваша обратная связь работа на самом деле просьбы как коллективные так индивидуально не абсолютно охватывают весь спектр жизни человека социума это могут быть такие для кого-то как это большая проблема для нас это скажем мы знаем где обратиться и решить может быть даже своими силами абсолютно небольшая люди обращаются с разными проблемам вот сейчас у нас в работе находится большая проблема я считаю это организация пешу перехода из вновь отстроенного микрорайона по адресу улица ларю ларюшина поскольку сейчас там учебные учреждения находятся в саде строительства школа дети ходят как в московские школы так и в школу на 115 квартал на также ходит в школу очень много детей пересеченья в нашу кадетскую школу и проход в так сказать ну школу падает и детские сады распрощенные по адресу третье почтовое отделение происходит вокруг то есть через тротуар по границе с москвой то есть дети и родители делают большую петлю прорабатывается вопрос направлено сейчас уже можно говорить о том что направлено большое много обращений дело в том что здесь затрагивается интересы или скажем так федеральных структур ждем от них ответа надеюсь что при поддержке вот администрация городского круга мы этот вопрос и лишь повестки ну сейчас я предлагаю это небольшую паузу еще понятно что не один вопрос вот как раз следующие вопросы вы увидите и вернее ответы на следующие вопросы вы увидите во второй части программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях александр александр клеманов и вот мы поговорили сейчас о пешем переходе где в москва встречается с городским округом люберцы и вот переход этот а какие еще темы знаете даже такие простые вопросы наконец-то мы занялись вопросами у нас допустим сейчас в округе есть вопрос такой у нас в избирательном округе есть в составе избирательного округа по территориально относится два снт это вот одни одно из них снт ручеек когда расположены на близи люберецкого нового люберецкого кладбища и там допустим помогаем утвердить схему дорожного движения по территории данного снт казалось бы вопрос ничего такого не меньше но когда имеется какие-то пробки и люди не желают стоят на урезанке поскольку идет ремонт пытается объехать через за сын но естественно там никого это не устраивается ты превращается в транзитную зону совместно с руководством снт вот этот вопрос а сейчас решается он сдвинулся там вместо сейчас уже сама сама руководство снт напрямую работает комиссии по безопасности дорожного вот то есть они обстали вопросов много не как крупный так и небольшие точечные ручные да а как вот вы сама работа тоже важная нашим телезрителям тем более вы с опытом у вас это можно точно спрашивать вы берете телефон вы знаете кто примерно может помочь решить эту проблему вы созваниваетесь встречаетесь договариваетесь сводите людей которые потом сами договариваются так это происходит ну вот от последнего значит ну наверно не так это отвечу что мне позволяет решать такие вопросы как раз опыт опыт работы как руководителем более восьми лет опыт сейчас как зам генерального директора огромного колоссального мощнейшего предприятия нашего городского округа мы со всеми структурами ежедневно в той или иной части взаимодействуем что это и помогает дополняют друг 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 друга при работе с обращениями граждан быстро знаешь куда обратиться чтобы кранчайшим путем решить ту или иную задачу но у нас нет такого что с кого-то свели и оставили она постоянно проверить да на контроле остается как раз обратная связь приемная естественно также приемные дни приемные социальные сети ну и самая простая личный номер телефона потому что все равно основной объем идет по нему благодарят вот когда сделано или просто знаете беспокоит будет тот вопрос абсолютно разный благодарят это когда уже видишь потому что мы выходим в основном на место при приемке каких-то работ а что-то и то есть устраивает когда человек говорит что ну вот теперь я спокоен но вот тут такая фраза какая-то такая простая на лучше любой благодарности не надо говорит ой спасибо вот когда мы сняли этот вопрос напряжение напряжение у тебя самого работа выполнена какого-то знаете такое тем более что вы работаете ну скажем профессионально да вы сами сказали на огромном предприятии жилищная коммунальная то есть это прямо такой ну живее организма наверное в городе не придумаешь вот немножко поговорим на эту тему мы общаемся с коллегами и непосредственно и жители тоже обращаются и к вам и к нам средства массовой информации все прекрасно понимают что ну наверное добиться стопроцентного какого-то ну может быть там неделю можно как-то сто процентов просто считать это я так предполагаю но тем не менее все равно то тут то там могут вы появляться какие-то проблемы система большая серьезно вот на сегодняшний день как вы оцениваете все те подходы которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством как работают управляющие компании как вообще строится эта работа ну во первых сейчас наконец-то тоже построен это долгие годы я скажу слова благодарности владимир петрович ружицкому будущих главой городского круга он выстраивал вертикаль и вводил вот эту огромную систему жкх частной компании приучал работать в единым коллективом потому что на общее дело на общее дело потому что поначалу очень было тяжело когда твои смежники там где-то тцж частные компании не участвовали в общей рабочей всей системы жкх и в основном все ложилось на плечи крупных предприятий муниципальных либеретского городского жилищного треста либеретского водоканал либеретской теплосети и более крупных управляющих компаний сейчас же эта система заработала на ну уже не первый год отлажена и вот как вы сказали она является частью огромного организма всего жилищно коммунального хозяйства городского округа и если кто-то выпадает это сразу же заметно по общему состоянию сейчас за этого отлажено есть естественно проблемные точки поскольку джелло жилой живой организм и мы он все где-то капает где-то подтекает здесь важно скажем так сроки реакции на все если большие предприятия мощные имеют и ресурс имеют и финансовые возможности решать любые вас задачи тут же тут же ну если видимо что западает какое-то более мелкое предприятие стараемся помочь включиться это и есть как раз система если ее запустили если она работает то все будет хорошо в округе сейчас на сегодняшний день я скажу что система рабочая но вот сейчас как система же всегда она проверяется на прочность самое время мы понимаем прекрасно что летом это то время когда что там тут трубах шумит где-то что-то там про промывают что что-то идет процесс да ну дворов в дворовые территории там весной красят и так далее наверное самый страшный если можно сказать период самый приятный наверно для детей для влюбленных до для романтиков это когда снег идет самый сложный для людей которые обеспечивают но фактически безопасность жизнедеятельности человека зима она как известно приходит внезапно даже если мы к ней готовимся и тут конечно же лично коммунальным службам достается от всех и от людей которые ходят пешком и от людей которые перемещаются с помощью транспорта и своего и городского вот скажите как пресс когда начинается подготовка к зиме и вообще как этот процесс происходит и чего вы ждете от этой зимы узнаете я бы ответил что он не прекращается у нас есть король умер да здравствует король за у нас как таковых естественно у нас есть мероприятия по подготовке к отопительному сезону они расписаны они расписаны естественно там проводят мероприятия по текущим капитальным ремонт по прессовке и тому подобное подготовки всех инженерных сетей самих зданий и сооружений к отопительному сезону но и в период самого отопительного сезона это не только эксплуатация это также частичный ремонт какой-то текущий ну и мы понимаем что самый самые пиковые нагрузки это ложатся в периоды пуска тепла и не самых низких температур надеемся связываем свою надежду что землю мы всегда связываем что зима будет мягкой она самый снежный но как говорится у бога всего много да мы будем работать мы готовы работать и в экстремальных условиях есть достаточно даже принятия достаточно одной недели когда все заваливается мы понимаем что придет время когда и снег сойдет или будет но достаточно одной недели и люди тут же воспринимают что вот я не могу выйти из подъезда тоже скользко что не успели на чем-то посыпать я не могу сесть на автобус потому что он задерживается из-за того что где-нибудь там на федеральной трассе который вроде бы как не имеет отношения где-нибудь там грузовик занесло или еще что то то есть люди с одной стороны понимают что это ну как бы такая глобальная проблема с другой стороны от они от вас требуют конечно же требует но вот если сказать вспомнить прошедший это ну скажем так даже не эту зиму самое экстремальное вот за эти годы работы это была зима если не путаю 16-го года рождественские праздники когда на рождество у нас встал один из видов подстанции снабжающие электроэнергией нашей котельной часть города и при температрат в низких температурах порядка минус 30 градусов как был создан оперативный штаб как подключили все силы средства не только городского округа но и областные это было повсеместно по всего по всем округе и мы командная работа тогда не допустила каких-то серьезных до сливали дома до заново запускали заполняли системы были аварии какие-то размороженные участки инженерных сетей но в целом именно такая системная командная работа позволил не допустить серьезнейших аварий и выстояли выстояли скажем на город запустили он работал практически весь работал но несколько районов все равно были более там скажем так пострадавшие и мы командно запустили тогда никто не смотрел чья зона ответственности все работали и больше чем уверен что при не любой теперь это было как нам такой тестовый экзамен и теперь все знают где что если что мы все год если кое-где у нас порой до хорошо а вот такой вопрос ну выше зависите понятно что есть какие-то финансы на федеральном уровне и так далее но вы же зависите от оплаты жкх гражданами как она сейчас вообще платят не платят или как обычно мы понимаем что сейчас упали оплаты еще что для меня было сборы до пандемии и скажем так не самые простые времена государстве постоянно в связи с применением санкций против нашей родины мы скажем видим что многие не платят не платят потому что теряют работу где-то деньги есть куда потратить деньги как думают люди но мы всегда на контакте с теми кто попал в трудную ситуацию должников жить можно разделить на несколько на систем те кто принципиально принципиально системных те кто попал в трудную жизненную ситуацию такие всегда уху мы вы на связи всегда обзвон у нас идет сообщаем там скажем так в чатах вот интересный инструмент одним еще попозже если можно расскажу и мы всегда готовы заключить рассрочку платежей там пойти на какие-то взаимные договоренности помочь человеку не утонуть а на наоборот выйти скажем так на твердую почву и продолжить народ деятельность вот давайте мы сейчас про чат программа уже заканчивается сразу про чаты и на этом завершим значит на на нашем предприятии на и на всех управляющих компаниях нашего городского округа запущена такая интересная инициатива это при поддержке и администрации городского округа и министерства жкх сделан телеграм-каналы телеграм-чаты каждого дома то есть не подъезда дома в целом не важно сколько в нем туда жители могут придя домой обратиться или там в течение дня неважно каждое обращение рассматривается дается обратная связь если это требует какого-то вмешательства технических специалистов данному обращению присваивается статус артуса заявки который передается и ему присваивается свой номер через единую диспетчерскую службу то есть это еще один из инструментов коммуникации жителя и управляющей компании как у нас говорили раньше в шаговой доступности да практически а тут уже просто в полушаговой доступности александр клеманов депутат уже третий раз депутат совета народных депутатов городского округа люберцы спасибо вам большое вам удачи приходите к нам с промежуточными отчетами люди это любят пожалуйста это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания это был николай пивненко до свидания